Всем привет, наши дорогие подписчики и зрители канала. С вами, как всегда, я, Славян, канал Семья на чемоданах. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск, который будет посвящен пляжам Алании. Здесь классные пляжи, здесь катают серферы, красивое Средиземное море. И, конечно, куча развлекух. Покажу сегодня, все расскажу. Я очень давно хотел здесь пройтись, прогуляться. И мы поехали в центр Алании всей семьей погулять, съездить на рынок, посетить новогоднюю ярмарку. Этот выпуск смотрите по ссылочке в описании под этим видеороликом. А сегодня ролик про эти замечательные пляжи. Я приглашаю вас на эту классную прогулку. Погнали! Вот она набережная. У нас сегодня прекрасная погода. Градусов пока 14-15, но я думаю, разгонится, еще даже обеда нет. Вот она набережная, здесь пальмы, стоит водный мотоцикл, пляж. Я не знаю, его, видимо, как-то реконструируют, судя по следам техники. Здесь, на этом пляже, катают серферы, когда позволяет волна. Справа у нас с вами застройка, горы. Красотища, да, очень классно. Конечно, это место очень сильно напоминает Эмеретинку. Вот, то, что здесь катают серферы. Вот стоит вот эта эмблема, логотип, да, если его можно так назвать. Сам большой серф. Здесь можно расплачиваться картами. И называется Quality Beach Club. Наверное, я правильно прочитал. И оба тайм-отеля. Это, видимо, сюда тоже относится. Но сейчас все кафе, возможно, здесь функционируют. Но все разобрано. Такие смотровые сделаны. Вот, мои сидят, меня ждут. Вместе сейчас пойдем. Сегодня классно, на небе не облачко. Крепость Алания, там гуляли. Смотрите также выпуск. Поднимались на канатной дороге. Были на пляже Калеопатра. Настенька, тебе привет. Все, Мирончик спит, я миссию выполнил. Пошлите гулять. Прямо возле пляжа. Есть такой маленький бассейн. Лужа, бассейная лужа. Подсвечивается в вечернее время. Не знаю вообще, для чего, в принципе, это сделано. Наверное, прикольно. Вышел, окунулся. Я дам дальше. На пляжах вижу технику. Вот я вам как говорил, да, в начале, что техника работает. Скорее всего, начинают либо укреплять пляжи, либо уже плавно готовиться к сезону. Я помню в Сочи, по-моему, в декабре тоже технику уже потихонечку привозило. Гальку Камазы, вот эту, которую ужасную завезли в том году. Но её в этом году нормально смыло огромнейшим штормом в море. Аланийские пляжи славятся вот этим бетоном, который, видите, торчат. Единственное, что некоторые отели, они вырезают этот бетон и делают вход из песка. Но это не везде, поэтому если вы приедете сюда, в Махмутлар, в Аланию, то осторожно, не нужно забегать никогда в море, как дикие. Вот, лучше аккуратненько. А с пляжа вот сейчас всё вывозится, видите? А техника, вот про что я вам говорил, сейчас я вам покажу. Не знаю, как-то они так делятся, видите? Номер 12, оба бич разбираются. Трактор увозит деревья. Смотрите-ка, слушайте, я не знаю, что здесь. Ну, вообще разбирается. Либо они увозят всё старое и привезут новое. Вот такая вот реконструкция сейчас происходит здесь на пляже. Это, получается, микрорайон оба. Застройка здесь, первая линия я вам покажу. Выглядит она вот так. Здесь достаточно старые дома. Но ценность та, что вот первая линия вышла, дорогу перешёл и попал в бич номер 11. Видите, как рушат все деревья? Не знаю, зачем. Трикол. И вот так вот машины всё утрамбовывают. Всё, пляж, как говорится, 11-12. Мы точно видим, что его закрывают. Ну, может быть, консервируют на зимовку. Я говорю, слушай, вот у нас на нашем берегу такого нету. Что просли? А? Что пошло сюда? Нет, чтобы вот так вот рушили пляжи. Ну, убрали лежаки там туда-сюда. И, по сути, это всё. Да. А здесь сегодня монтаж какой-то? Ну, шторм пошёл, всё смыло, заново отстроили. А здесь нет. Смотрите-ка, всё убрали аккуратненько, чтобы было чистенько. Так, на следующем пляже, кстати, аналогично. Идём дальше. Это пляж номер 9. Здесь такие, смотрите, высоченные пальмы. Я прям обожаю вот эти пальмы. Класс. В соке. И вот такая зона. Смотрите, есть лавочки. Есть фонтан. Но, к сожалению, он сейчас не работает, потому что... Ну, потому что не сезон, да. Наверное, из-за этого его выключают. Вот на этом пляже уже всё убрано. Здесь также есть следы техники. Но техника... А, нет, вон трактор ещё ездит. Значит, ещё не до конца убрали. Вот такая вот зона. Продвигаемся чуть дальше. Там я уже вижу тренажёрная площадка. Вот она. Тёмка сразу за лес занимается. Смотрите, как здорово, да? Занимается спортом. Вот. С таким видом. А дальше... Вот. Можете заметить, что, видите, этот трактор засыпается в самосвал. Знаете, что они тут убирают? Зачем они здесь так убирают всё? Вот такая набережная. Идём дальше. Попадаем на пляж. Бич номер 7. То есть это вот был восьмой, где стоит... Господи, как это называется? Тренажёрная площадка. А бич номер 7, видимо... Бич номер 7. Призыв. Бухнуть на пляже. Вот такой здесь, видите, памятник стоит. Бокальчик. Винишко. Ну, я надеюсь, это летом всё оккультуривают, красят заново. Потому что сейчас, конечно, вид... Ну, так себе. Здесь такая есть смотровая. Стоит лавочка. С зонтиками. Прикольно, конечно, смотрится. Да, интересно сделали. Так, а я вам пока... Насика здесь готовится к фоточке. Я вам покажу пляж. Видите, повсюду следы техники. Пляжи все разобрали. Всё, здесь, видимо, кафе какие-то стояли. Ничего сейчас уже нет и не будет до сезона. Так, мы двигаемся дальше. Здесь, не знаю, скульптура... Скульптура чего-то непонятная. Непонятная. Вот фонтанчик очередной. Смотрите, кораблик с надписью Алания. Местные пенсионеры крутятся вот так вот прикольно. То ли лимон, это то ли мандарин. Больше, наверное, на лимон похоже. И надпись Алания на фоне горы, моря. Смотрится, по-моему, очень шикарно. Ну и любимые пальмы, любимые горы. Друговой обзор великолепный. Возле надписи Алании, смотрите, впадает в море горная река. И цвет моря, как обычно, типичный такой здесь уже коричневый. Плюс перемешку с песочком, потому что пляжи в песочной реке. Называется Обакай. Я надеюсь, я правильно прочитал название. Вот. Откуда-то с гор течет. Вообще, сюда впадает малое количество рек на берегу. Буквально там, я не знаю, 2-3, наверное. Возможно, я ошибаюсь, что, по крайней мере, я столько видел. Вот. А я, кстати, уже вот вижу в море одного серфера. Вот он, видите? Плывет. Пытается поймать волну, смотрите, пошел гребсти. Оп. А не получилось. Не встал. Мы подошли к следующему пляжу. Называется Big Blue. Я там тоже вижу серфера одного. Здесь кафе, которое работает. Видно, что там даже сидят люди. Ну, видимо, это специализированные же пляжи для серферов. Они знают, где проводить время, где есть волна. Красиво здесь все так сделано. Такая территория. Вообще, на самом деле, отличный широченный пляж. Песочек, пальмочки. Вон там есть маленькие пальмочки, свежепосаженные, свежевысаженные. Как вам пляж этот? Напишите в комментариях. Вон он, серфер, стоит в воде. Сидит, точнее, ждет волну. Катают, кому интересно, в гидрокостюмах. Без шапок. В Сочи катают в полном вообще мандировании, потому что в это время вода уже очень холодная. Сейчас градусов 19 водичка. И, кстати, вот этот пляж, он широкий, очень длинный достаточно. И он имеет голубой флаг. Вот так вот. Так что, кто будет в этих краях, я думаю, что здесь купаться можно. Единственное, что меня смешает, это что впадает в горная река. И цвет моря, он коричноватый. Даже сейчас. Учитывая, что, ну, не было там дождика и так далее. Интересно, конечно, какой он летом. Но я думаю, что голубой флаг ему дали не просто так. Видите, куча песка. Эти куча песка завозят сюда на пляже. Я тоже, как тоже показывал, прям в упор. И делают укрепление от волны, чтобы не смывало кафешки. И кафешки могли функционировать еще какое-то время. А сейчас мы с вами попадаем вообще уже в ту часть. Мы уже почти дошли до центра, где пляжи будут оборудованы. Они уже прям отельные. Сейчас я буду вам все это дело показывать. Ну вот, например, видите, после этого пляжа с голубым флагом началась застройка. И все, дальше вы на пляже уже здесь не пройдете. Это относится к отелю White Inc. White. Киморские коньки. Кстати, как-то тоже показывал. А, когда мы только ехали сюда, я показывал. Говорю, как прикольно сделано. Вот, и здесь получается все. Начинается застройка. Там дальше будут проходы. Проходы, ну, к обычным пляжам. Тоже с вами сейчас посмотрим. Там есть большой шейф-парк. Там прям вообще интересно сейчас будет. Так что не переключайтесь. Я даже не думал, что так будет близко. Вот, смотрите, что-то там какой-то бич-клаб. Аппарат, чтобы кормить животных. Я его тоже показывал. И вот уже мы подошли к такой территории. Пойдемте ближе. Не могу просто даже пройти мимо. Правда, я что-то там смотрю, какая-то реконструкция тоже происходит. Сейчас посмотрим вместе с вами. Детская площадка. А, нет, тут наоборот строят. Вот, смотрите, кафе. Есть детские игровые канатки. И какой скейт-парк. Кстати, я вообще не видел... А, нет, видел в Анапе тоже был такой нормальный скейт-парк. В том плане, что он закрыт металлической сеткой. И когда вылетает доска, то, конечно, она защитит окружающих, которые, например, вот тут сидят и гуляют. Вот такой скейт-парк. Я, кстати, катаюсь на скейте тоже. Но жаль, к сожалению, с собой у меня доски нету. А так, в целом, зона здесь вот такая. Смотрите, качельки, фонтаны, качельки с навесом. И скейт-парк. Блин, очень классно. Вот только посмотрите, да, кто любитель поэкстремального спорта. С каким прекрасным видом здесь можно покататься. Так, колясочку. Вот так вот, хоп. Гляньте, как здорово. Все открыто. Вот проход зашел. Это, конечно, кайф. Ну, единственное, что летом, естественно, здесь не покатаешься. Здесь очень сильно душно. Ну, в целом, очень и очень здорово. Так. А дальше мальчишки уже разглядели детскую площадку. Я повторяю и повторяю, что здесь детские площадки все как новые. Как будто бы их вот только поставили. Средят. Везде есть туалеты. Почти на каждой детской площадке есть туалеты. Что, вот так не хватает у нас? И кто-то пишет, ой, типа, мол, что ты сравниваешь там Россию? Так неприятно слушать. Я всегда сравниваю. Потому что есть опыт там, есть опыт там, есть опыт там. И, конечно же, хочется видеть это в сравнении. Хочется, чтобы было и у нас такие классные моменты. Вот, например, стоит бак с переработкой мусора. Вот тоже можно шик скинуть. Как говорят... Дальше... Да. Типа, что они мусор хоть еще не научились, да, за собой где-то убирать и разделять. Но у них, тем не менее, все равно везде стоит, чтобы люди привыкали. Да. Типа, неважно, да. Вырабатывать привычку. Да, да. То есть они это делают ради того, чтобы не доставляя, как бы, а вот просто дать им возможность. Потому что у нас, например, люди, которые хотят даже сортировать, давать, а у нас нету такой даже возможности. И самое интересное, если даже сортируют, это все равно все в кучу вываливают, да, мусорокост. Вот, и смотрите, дальше проходим. Сразу снова детская площадка. Уже деревянная. Для более маленьких детей. Далее тренажерная площадка. Дальше стоят теннисные столы. Причем я тоже уже обращал на это внимание. У нас тоже стоят теннисные столы. Но у нас почти нигде нет сеток. А здесь столы еще делают из какого-то материала. Они не вздуваются. Здесь же тоже идут дожди. Причем сильные, затяжные. Но они все выглядят как новые. Тренажерочка вот с таким видом шикарным. Смотрите, еще одна детская площадка. Оно уже с другой концепцией. Видите? То есть это здесь больше такое лазить. Скалодромы. Русские шины, видите, стоят. Осталось только покрасить. Вот. И все у вас рядышком вот так вот. С морем. Ну, по мне так очень это... Очень это классно. Двигаемся дальше. Ну и, конечно, как всегда, на каждой прогулке я обращаю внимание на вот эти вот все надписи, которые делают этот вандализм. Зачем? Посмотрите, какое красивое место. С каким видом все вот эти надписи. Здесь уже, видите, все открыто. Можно спуститься, искупаться, пойти дальше на детскую площадочку. Либо продолжать вот так вот сидеть взором. Мне кажется, летом здесь, конечно, все забито. Забито очень сильно. А вот так вот клумбу превратили в мусорку. Причем осознанные взрослые люди скинули сюда памперс. Это, конечно, жесть. Хотел даже сматериться, но не стал. Вот очередная горная река. Причем, кстати, смотрите, покажу-ка. Ее закрыли огромными булыжниками. Видимо, когда здесь жесть начинается, здесь все смывается. Вот прям завезены, видите, булыжники? Укрепляют. Но пока мы такого не заставали. Хотя было такое, что у нас пару дней лили дожди. Но все, слава богу, хорошо. Здесь, смотрите, набережная расширяется. Здесь по-прежнему, я называю это вирусные лавочки. Видите, с дистанцией полтора метра. Я не знаю, когда их установили. Давно-недавно. Морюшко. Мы уже очень близко подошли к горе крепости Алания. Вот впереди виднеется маяк шикарнейший. Красная башня. Гордость Алании. Панорама шикарнейшая. Да, здесь, наверное, можно разгуляться. Установлен какой-то памятник. Вот ребята что-то читают, наверное, что-то написано в виде солнца. Ну, скорее всего, это какой-то знак, логотип. Здесь, ну, непонятно, Абахат, Абахат 08. Написано по-английски или это по-турецки. Парадор бич отель. То есть вот этот пляж относится, видимо, к отелю Парадор. Кто в курсе, что за отель? Пишите в комментариях. Может быть, кто-то здесь уже и отдыхал. Вот так он выглядит в не сезон. Покажу вам. Скорее всего, здесь очень круто. Сезон. Все обустраивать. Я знаю, как они делают, это умеют. По-прежнему покажу вам застройку. Первую линию, да. Но, как говорится, у них, у этих домиков ценность ого-го. Кстати, вот смотрите, видите, машина стоит. Стрела выпущена на этаж. Так совершаются в Турции квартирные переезды. Здесь грузчики ничего не носят на руках. Они вот так вот складывают все на специальную платформу. И просто поднимают сразу в окно. Через подъезды никто ничего не таскает. Дальше, смотрите, мы прошли. Здесь так называемый пляж Сурф Бич. Хотя, Сурф, но я не знаю, здесь нет никаких досок, никаких прокатов. Для меня, конечно, это вообще огромнейшее удивление, почему здесь нету саббордов. Море позволяет, температура позволяет, и улицы, и воды. Но, к сожалению, у них нет. Но зато у них здесь везде бесплатные туалеты. И это очень-очень хорошо. Сейчас пойдем с вами еще чуть дальше. Тут есть такая тренажерная площадка. Уже даже поближе к морюшку. Вот такая красота. Пандус, чтобы коляску спустить к морю. Вот в Махмутлере с этим проблема. Кстати, я вот тоже обращал внимание, а здесь вот получше. Вот она площадка. Здорово. Слушайте, ну, кайф. Кайф, кайф. И еще раз кайф. Пляжи, конечно, мусорные. Возможно, из-за шторма. А, возможно, просто так здесь принято. К сожалению. Спусились на пляж в туалет мои. И он закрыт. Так в ночи вне сезона тоже закрыли туалеты. Но дядька вот увидел, подошел. Специально для ребят открыл. Они сходили в туалет. Я говорю, подход к детям здесь, конечно, очень клевый. Хотя, ну, на нашем берегу тоже такие встречаются. Были дела им, когда прям очень... Да, мы расскажем про наш берег. Где платный туалет, меня беременную не пустили. А потому что у меня были деньги на карте. И я не могла рассчитаться. А, ну да, было. Да, они не хотели меня впускать. И потом другая женщина, одна возмущалась. Ну, которая у нас женщина, так, будет, говорит. А вторая говорит, да ты что, она же беременная. Как ты не пустим, типа, знаете, за 20-30 рублей не пустить беременную женщину с огромным животом уже, да? Одно дело, когда не видно, там, ты можешь не поверить. А другое дело, когда это видно, явно. То есть, ну, это вообще, тем более женщины. Как не понимать? Ну, вот про наши отношения. К сожалению, так. И вот кто-то пишет, говорю, в комментариях, типа, что вот вы сравниваете противно. Слушай, невозможно не сравнить. Вот невозможно. Отношения, да. Мы же там живем, мы же не просто приехали отдохнуть. Там отдохнули, тут отдохнули. Мы же живем, погружаемся в культуру, в атмосферу, чтобы вы это все прочувствуете. И, конечно, рассказываем про это. Поэтому не пишите, что мы, типа, там сравниваем, а лучше смотрите и впитывайте. Наверное, лучше будет так. Скульптура, смотрите, установлена. Не пойму, то ли это собакам, то ли что такие типы из камня. Не пойму, цифра номер 5. Может быть, здесь также пляжи двигаются по цифрам. Там же были 8-9, да. Здесь так. Дальше, смотрите, снова детская площадка. Спортивная. А следом за ней уже детская. Это уже вот прям центр начинается Алании. Ну, вы видите, да, по горе мы уже почти подошли. Здесь уже инфраструктура лучше, чем в Оба. Лучше, чем в Махмутларе. Здесь уже прям движуха такая. Ну, вот если сравнивать, Махмутлар мы обычно сравниваем с Сириусом, Адлер. Центр Алании, это, конечно, это Сочи. Центр Сочи. Вот то же самое. Ну, единственное, что здесь поинтереснее, получше. Видите, и все детские площадки, они вообще разнообразные. Они такие, как у нас, топорные. А вот ты на каждую детскую площадку заходишь, и тебе интересно по-новому. Здесь какие-то, типа, сделаны, как первобытные люди, да, на стенах рисовали. Вот такая детская площадка. Это что, ворота какие-то? Не знаю. И по-прежнему установлен аппарат для животных. Вот им кто-то засунул, агнулирую. Вот кошечка кушает. Ну, здорово. Забота о животных и о детях не может не радовать в этой стране. Нам, конечно, этому нужно учиться. И учиться. Там, дальше, смотрите, циферка 3. То есть, видимо, пляж номер 3. Да, он так и называется beach номер 3. Лаундж бар. And, что там, ресторан. Часть ресторана работает, часть ресторана не работает. Дальше, балик и сгара. Так, здесь что у нас есть? Меню. По-английски написано. Ну, такие нормальные цены. Типа 50 лир, средний чек. Наверное, вот так вот. Ну, не средний чек, а средняя цена блюда. Все, здесь, видите, слева-справа уже начинаются кафешки. По сути, как таковых уже пляжей-то и нет. Да и показывать здесь, наверное, уже будет нечего. Только... Только сами кафе. Но кафе, конечно, безусловно, с красивым видом на гору. Вот, например, да, фламинго вот прямо на берегу стоит. Зашел и посмотрел. А вот тут вот знак, то, что собак я вам показывал, скульптура. Тут весят таблички, что здесь выгул собак разрешил. Я просто вот сейчас мадам увидел, что она гуляет собакой. Да, вид. Оттуда, конечно, открывается бомбический. Луи бич, лаундж, ресторан. Ну, то есть, да, здесь вот у них ресторан, у них есть и пляж. Очень симпатично, очень. Красная дорожка. Вот приедете, пройдете по красной дорожке. Пусть как здорово. Это не отели. Первая линия. Здесь и квартиры, здесь и отели. Здесь все, что хочешь. Так, что у нас дальше? Ресторан. Энд. Бали. Кеви. Не знаю, что такое. У нас стоят какие-то скульптуры чуваков. Меню есть. Смотрите, меню вот видите на русском. Меню на английском. Здорово. Ну, туристическое, да, место, как говорится. Молодцы, кто это делает, переводит на русский, на английский. Те, кто не переводят, они проигрывают. А еще больше выигрывают те, кто делает не только перевод на три языка, а еще и дополняет картинки и показывает, как выглядят то или иное блюдо. Потому что ты вроде смотришь, понятное слово, а что оно из себя представляет, непонятное. Вот, видите, как песком укрепляют. Кучи завезли, вот так вот по периметру скидали, чтобы пола не смыло вот этот, вот это кафе. Кафе энд бар, бич номер два. Ну и бич номер один, пляж номер один, выглядит вот так. Кстати, еще замечу, что на каждом пляже есть бесплатный Wi-Fi. Везде висят эти вывески, я не подключался, но я думаю, что они, конечно, есть. А вот тут я вижу, по крайней мере, серф-доски есть. Вон они под спасательной вышкой, здесь тоже катают. Здесь есть специальный спуск, видите, чтобы, заезд точнее, да, чтобы на воду что-то спускать. Вот он, стоят серфы. Огромная реклама, что здесь есть различные развлекушки. Вот кто здесь будет, знайте, что вот на этом пляже, Алания, центр, бич номер один. Здесь полно всяких водных развлечений, я вижу, даже есть квадроциклы. Так, а вон еще как-то бич Вилдис, пять звезд. А, ну это, возможно, еще к какому-то дополнительному отелю относятся. Да, вот, стоит серф. Вилдис бич, вот так вот, значит, где-то здесь их есть неподалеку отель. Вот, и они такой кучей мощной укрепили свой ресторанчик, чтобы ничего там не смыло, не дай бог. Остург колбугу. Ой, ну где-то по-турецки написано, еще ничего не прочитаю. Лучше, как говорится, не буду даже пробовать читать. Видимо, это ресторан с турецкой кухней. Ну что, наши дорогие зрители, пишите в комментариях, какой пляж вам понравился больше. Вообще, в принципе, в целом, как вам берег? Оланийский, если его так можно назвать. Кстати, здесь вот поближе к самому центру уже я не вижу вот этих бетонных штук. Поэтому не хотите в бетоне, идите сюда ближе. Но, опять-таки, здесь есть минус. Рядом порт. Обязательно посмотрите выпуск, когда мы здесь гуляли в центре, на горе, на катере плавали. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока.